эфир уехал также как и по стратегиям у нас уже не получше да и на лайнах чувствовать они себя увереннее но это не значит что их он не имеет шансов ну если не ошибаюсь и голики у нас ближе всего по цифрам были именно конкретно позиции суппортов для игр и хомов можно нам сравнительную характеристику по суппортам абсолютно в чистых шестиугольничек он показывает что их он кое-где даже опережать например в ассистов они просто ассистенты видим средний кпм выше средний xpm выше умирают реже да это такое то есть у егэ сумаил в леске фармит на шторме а у ехом ребята делают фраги по примерно так можно описать то что выглядит не только кто родим на этом шестиугольник фраги но и келли делают они активно очень за фраги и келли да ну как нет смерти смерти не только фраги но и смерти да и из ехом 27 средних смерти в том время как у вилджиниус с 19 и так и по сравнению с и g эти парни из ехом вот и посмотрим мне кажется действительно все так и будет в этой игре вот раз ппд и лан м сравнительная характеристика ппд и лан м кстати нам показывает трианта я хотел только заметить что трианта брали достаточно часто егэ на этом турнире и тоже в принципе с нормальным шансом на успех ну потому что петя любит этого героя и уже очень давно у лан м очень подозрительность статистики асаны для саппорта он как будто быть далеко не саппорт что похоже на чаще убийцы просто как-то терминатор так и фарен его глаза ты посмотри на его у него в сумме по кило килоф и ассистов где-то на сколько на 5 дам не но это больше иди он если у него много игра на дереве а на дереве ты особо не ассистируешь и не убиваешь да но и на самом деле мы довольно адекватная стата вот так если среднего да если ты играешь субортом вот только ассистов у него действительно много много агрессивно играет команд от гангов это мы по шестиугольнику и заметили шестиугольник не врёт с анагой на суппорте и с деревом на суппорте много ты не на ассистируешь и не убиваешь а диди сибы и ауи нам сравнить как для профилактики диди сия вот будьте добры ауи 2000 2000 до игра его на баунти хантера конечно стало много впечатления хорошего потому что когда баунти хантер на второй позиции по нет ворсу после своего шторма при этом отстает на вам 300 400 голды это хорошо это типичный случай когда у бх игра пошла вот у джеракс игра не пошла ну вот я не знаю на самом деле она игра у него пошла но я не могу сказать что он какой-то большой импакт нес по итогу игры то есть не было там какого-то супер раннего нет ну ранний хекс был относительно ранее но там что он решал не было такого что он прям был как сейчас принято говорить гейм-чейнджером не был гейм-чейнджером потому что он в одно время перестал получать бонус голд стреков он получал очень много минуты там до 20 а потом краса перестал он купился ультимейт орб и завис на этом да там убивали и поэтому тайминг сбили он был бы гейм-чейнджером если бы чуть пораньше он его заполучил что нужно сделать бх чтобы стать гейм-чейнджером это он должны пятерых чуваков кинуть трек на 5 мипа блин на самом деле он должен просто соблюдать не дагер дизолятор и рапиру может перевернуть так игроков и владмир дизолятор вы сами подумайте он просто убивает он просто прыгает и ваншот и саппортов и потом эту трапирую но это такое да это тиммейт я понимаю чем-то нужно для 1 и 1 шторм же летаем и туда даст рапиру слушать а это неплохо строго мы играем с пустым слотом всегда чтобы подобрать рапирую да гениально как же я хорош срочно срочно бежать играть тренироваться надо скорее всем рассказать выгоняй бегу и возможно это нужно нави ребята чтобы победить давай нави потом поговорили мы знаем что сумаил отлично отыгрывать на шторме куча шторм планеты по мнению место быть скажем так также и джи любят нагу пока что очень хорошо и это игровое то в трех победах которые они заслужили нага присутствовала мы уже говорили о триант протекторе в то же время как бы о успешных героях и хум на этом турнире говорить тяжелее у них гораздо менее меньше коэффициент выигрыша у них всего три выигранных матча но во всех трех участвовал дазл один из самых пикаемых суппортов на этом турнире опять-таки и параллельно еще в двух был разор но я думаю клоквер должен быть там в популярном уехом они любители клокверка вообще ну клокверк был только в двух играх из шести один раз удачно один раз неудачно они бы наверно банили еще скорее всего потому что потому что разом кроме как на тайге я сказал то есть если бы лоб в лоб пришлось столкнуться вот этим популярным героем к примеру егэ с популярными героями и хом вот отдали тем то что они захотели отдали этим то что они захотели как бы разворачивалась ситуация триант протектор с нагой и возможно сумаилом на шторм спирите и вот хомы с их пиком конечно пик егэ был бы сильнее потому что в этом пике популярных героев ехоум там станов то раз два и обчелся популярный только и все вообще стрёмный он ничего не умеет если честно стрёмный да у велджиниус они используют текущую мету то есть этот нага сирена если притом кстати говоря товарищи из велджиниус начали нагу сирену брать чуть ли не первые после таки сирену еще недавно никто не брал ее вот тут прям начали пикать и велджиниус начинается игры секрет и c9 вот этот герой стал в первой стадии драфта и велджиниус пикают нагу последние полгода все время они ее могли в любой момент взятный может может сесть спокойно ауи и он они именно его джиниус начали играть так что сначала это саппорт который потом переходит в лейт-гейм это очень прикольная задумка которую у них то я так полагаю многие и позаимствовали поэтому как бы идеи и в джиниусе выглядят поинтереснее другая про что их он играет в очень серьезную агрессию а вилл а его джиниус это фармилы адовые такие фармилы они вообще не любят агрессировать они любят все зафармить все отфармить и в принципе теоретически если их он сейчас будет играть очень агрессивно может быть добавить к своей агрессии еще совсем какой-то пуш виде пугны или джакира то они могут задавить и га мне кажется на самом деле ну тогда давайте так есть еще одна позиция которой мы не поговорили и как раз на уехом на этой позиции играет очень известный человек который в этом знает планета вся в мире доты по крайней мере это а ротикей и ну анти подниму юниверс команде и g вот какими стилями играют эти игроки каких героев они предпочитают и опять таки что можно мы от них ожидать если они столкнутся лоб в лоб ну юниверс играет просто очень хорошо а рот к судя по всему очень хорошо координирует и очень громко кричит тем самым воодушевляя своих тиммейтов на хорошие действия вот очень он воинственный игрок в доту хотя казалось бы что 8,3 смертного он до воинственный игрок настоящий боя воин он не боится за сущий самурай верка он там закрываете коробку и там ключом по лицу до конца маньяк месяц но если быть откровенным юниверс лучше ротка играет в доту юниверс просто в дот хорошо играет хорошо кричит и один в один юниверс очень неплохой боец это кстати часть успеха evil genesis если юниверс остается один в один с кем-то там он многих игроков на профессиональной сцене один на один побеждает также он прекрасно знает как можно оттерпеть как можно нафармить в игре если что и как можно затащить игру даже на героях типа dark hero что же будет там о войде вроде кей ничего из этого не знает он знает как нажать хук-шот влететь и зарать из но тем не менее это приносит свои плоды потому что такой человек тоже иногда необходим в команде конечно который потянет всех за собой будет орать иногда он выиграет игру и все будут говорить руку плескать и говорить вот это капитан а иногда вот это будет на отвага иногда у него будет 0 16 10 на клопверке и будет говорить фу не умеет играть да вот так вот он противоречивый но второе место интернешнл все таки прошло ну и такой еще один общий вопрос пока мы собственно ждем там ситуации с играми возможно у нас на параллельном уже что-то начнется мы начнем еще одним глазом за этим следить а вообще как вы считаете команды которые пробились через квалифицирующие матчи через вайлдкарды и которые потом сталкиваются с фаворитами уже играющими напрямую приглашенными и так далее как они себя чувствуют подходя каждой игре то есть чувствуют ли они что вот мы пробились нам надо показать себя лучше быстрее даже если мы выиграем и должны выиграть увереннее или или они спокойно достаточно собраны чтобы подойти каждой игре отдельно рассмотреть именно это противостояние не свою там общую общий проход по интернешнл и так далее вот есть ли дополнительное давление на эти команды которые изначально прошли через квалифицирующие этапы да думаю нет я думаю все наоборот как раз таки от них намного меньше ожидают к ним намного слабже готовятся они уже достигли успеха тем что они попали на интернешнл и здесь как говорится будь что будет и никто особо журить их не станет если вдруг у них не получится потому что ну они слабже чем те кто получили инвайт поэтому я думаю что как раз таки груз ответственности на них лежит намного меньше мне так кажется андрей вот если бы ты прошел таки на интернешнл ты бы чувствовал ответственность ну естественно большую я да да ну вообще действительно ты все-таки едешь выступать на международный турнир за счет международные стрима флага ну да вот и собственно говоря вопрос был не в этом был бы очень сильно собран все-таки защищаемые наши команды и интересная точка зрения отлично в тем временем у нас начался пик мы переходим конкретно уже к первой карте нашей серии best of 2 evil geniuses против их ум баны кстати вот то чем и говорил и джиннис смотрели по крайней мере статистику они банят да зло против их ум и вдобавок еще таки доводят в бан гирокоптера их ум же банят нагу сирену которая отлично использовали и и джи в прошлых играх и более для широка квапа тут же залетает и джи давайте плясать от этого давайте попляшем но то что квапа залетает это вообще никого не удивляет сейчас должен появиться по логике shadowfind но их он очень любит разора другая просто пикать ли они разора грешку облезда зла они пикли все время разора с дозлом сразу нужен ли им разор без дозла не нужен и каждый все равно квапа не квапа все найдет в комарду и соседа опал дерево в тоже по логике вещей сейчас должен быть shadowfind может быть тускаром или тускар стричься вот я не знаю почему но мне хочется смотрите смотреть на это вот комбинацию невероятно невероятно просто скатывается этот шар четыре человека в нем соответственно понятно причинам да да 3 т часа все таки вот он же ставит минку она взрывается еще и он соответственно суицидник оказывается на комбинации действительно хорошая жаль что раз в 150 секунд или около того там куда беру жаль примерно такой было бы интересно почаще взрываться раньше был в свое время 30 мульти какие были не видел не смотрите все они не поймете романтику того времени не поймете ничего на было хорошо когда было выводом было хорошо ты часу немножко подпортили винрейт вчера он выступал у нас особенно стартанал стартовал очень уверенно в двух параллельных играх он сразу ворвался и сразу взорвался с фейерверком взорвался и ворвался слушай наколы подпортили винрейт они пикали его и портили винрейт и готовы портить дальше разор таки тот самый разор так любите хом этого разора ух прям любит и вообще откренно взорвался сильный персонаж этот разор можно может быть и рубик в каком-то смысле как вайпер только без я дам действительно разор и вайпер вот свое время когда была мета в миде там разор вайпер ну короче такой гниль ставилась вот 36 процентов винрейта а вообще это мне этот винрейт напоминает очень тот интернет что потом туда пикали берут и у него тоже было 36 процентов винрейта все хотели быть артизий но у всех получалось блатсикер все таки вторым пиком залетает действительно когда в пейн блатсикер не хотят отдавать их хом не хотят отдавать команде ну вообще да пусть и конечно он неплохо мы много кстати говорили о блатсикере он залетают у нас по-прежнему достаточно часто во всех играх некоторые команды знают что с ним делать некоторые команды наоборот не знают вообще как его остановить и это очень сильно ощущается вот всегда попадается там игра